Вот это противоречие, или кажущиеся противоречия, которые мы постоянно встречаем в Писании между жизнью, учением Иисуса с одной стороны и роминистическими постановлениями с другой стороны, но кажущиеся противоречия в своем большом количестве случаев, оно относится не к действительно тому, что происходило, а к наших не совсем верных представлениях о том, кем на самом деле был Иисус, и кем на самом деле был Иисус, и вот отношение к язычникам, как оно представляется в Торе, и как нам представляется, к нему относились раввины, это одно из вот таких характерных вещей, о которых мы с вами сейчас поговорим. В Евангелии от Луки, в 7 главе, с 1 по 10 стих, и в Евангелии от Матфея, в 8 главе, с 5 по 13 стих, описывается всем хорошо известный эпизод с исцелением слуги сотника или центуриона в Капернауме. Когда же он вошел к фар-нахум, к фар-нахум или Капернаум, нахум, слово ноах, отдых, к фар-деревня, то есть деревня отдыха, или как сегодня сказали, вот такой ресорт, где люди отдыхают, или курорт, на котором люди отдыхают, подошел к нему сотник, то есть сотник, римляне они знали, сотник это серьезный начальник в римской армии, и просит его, говорит, господин мой, вот отрок лежит дома в параличе и жестоко страдает. В случае, когда заболевал кто-нибудь из домашних и просил его, и надо было обратиться к мудрецу обязательно за помощью, и это было общепринято. То есть перед тем, как бежали к врачам, не было отдельных вот таких должностей типа врача. Лука, наверное, одно из немногих исключений, хотя, еще раз я не думаю, что это было основным его родом занятий. Тем не менее, в трактате Бава Батра 11.6а приводится следующее высказывание на этот счет. Раби Пинхас Бен Кама толковал, «Всякий, у кого в доме больной человек, пусть отправится к мудрецу и попросит милости для него, как написано, и он цитирует дальше книгу притчей 16.14, «Царский гнев – это вестник смерти, но мудрый человек умилостивит его». Очевидно, что рекомендация Якова в послании к Якову, когда мы встречаем уже в Новом Завете, «Бодоль ли кто из вас, пусть призовет старейшей на общине», соответствует, в общем-то, той же самой традиции. Вместе с тем, здесь речь идет не просто о болезни, а, скорее всего, то, что называется наявлитель «шахиф-мир-а», то есть предсмертные болезни, очень тяжелые болезни, которые невозможно изучить никакими конвенциональными методами. То есть, если человек находился уже в таком состоянии и выздоровел, то по традиции было принято произносить благословение, содержащее слова «благословен, воскресающий из мертвых». То есть, по всей видимости, речь идет именно о таком критическом случае. И Иисус отвечает римскому сотнику, «Я приду и исцелю его». Само по себе желание еврейского учителя не просто исцелять, но идти в дом к язычнику, это не могло не вызвать удивления. Общение с язычниками в то время на самом деле сильно ограничивалось, и по вполне понятным причинам время закона и во избежание смешения или проникновения элементов язычества в иудаизм строжайшим образом запрещалось. То есть, это мог сделать сумасшедший человек, но никак не праведный учитель. Вместе с тем, я хочу это подчеркнуть, в традиционной еврейской литературе есть моменты, которые показывают, что на Мессию возложена роль преодолеть это отчуждение и произвести искупление не только народу Израиля, но и язычников. Вот в качестве примера можно привести отрывок из так называемой литературы чертогов, или это мистическая литература, «Эхалот Рабаты», которая имеет отношение к отрывку, о котором мы говорим. Вот я процитирую. Тут же раскаиваются язычники, и тогда встает князь Мессия и говорит перед Всевышним, «Бладыка мира, если есть у тебя для меня страдания больше этих, не спошли их мне, но да не станут наслаждаться народы мира теми благами мессианской эры, которые уготованы для Израиля», и отвечает Всевышний, «Я делаю это для сохранения твоей славы». И тут же берет он два раскаленных железных прута и кладет их на плечи Мессии. Один ради искупления грехов поколения, а второй ради искупления грехов мира. И видя эти страдания из-за язычников, иудеи начинают насмехаться над Мессией, говоря, «Он сумасшедший». И Всевышний упрекает их, говоря, «Вы называете его сумасшедшим, скоро же увидите свет его от края до края мира». Это еврейская литература, которая высказывает вот это противоречивое отношение, конфуз, которое существовало у евреев в того времени, когда надо было с одной стороны относиться к язычникам во исполнении, воссияет свет до краев земли, и, естественно, даже 70 народов, или 70 жертв, которые приносились в храме, 70 тельцов. Это было по количеству народов земли. С другой стороны, существовал как бы запрет на общение с ними. Еще один небезинтересный момент, на возможный акцент на слове «прийти». Медраж на «Вайкра раба» говорит, «Горе тому городу врач, которого болен подагрой, и не может ходить к больным». И в этом аспекте желание Иисуса прийти к самому и идти к больному указывает на здоровье самого врача, на его способность навещать больных. Сотник, естественно, тоже удивлен, и он говорит в ответ, «Господин мой, не достоин я, чтобы ты вошел под кровь мой, так что только скажи слово, и исцелится мой отрок, ведь я сам, находясь под властью, имеется в виду императора, имею в подчинении себе и воинов, и говорю одному «пойди», и тот идет, говорю другому «приди», и приходит, или говорю «рабу моему сделай», и он «делай». Ну, по всей видимости, сотник верит, что Иисус обладает определенной сверхъестественной властью и силой. Надо сказать, что сотник – это тоже особенный, это сотник, который много добра делал еврейскому народу, строил Синогук. Вполне возможно, что он относился к категории людей, которые назывались богобоязненными, и которые были на пути к иудаизму, но, по крайней мере, он понимал отличия между добром и злом с точки зрения Торы. Услышав такое, Иисус говорит, амэн, то есть, или истинно, истинно говорю вам, или амэн на еврейте. Говорю вам, ни у кого в Израиле не нашел я такой веры. Хочу прочитать вам типичный мидраж, мидраж о пророке Ионе, объясняющий, почему Иона решил бежать от исполнения своей миссии. Сказал Иона, я знаю, язычники с корына раскаяния, если я приду и буду проповедовать им, то они раскаются, и Святой Благословенный накажет Израиль за его жестоковыность, то есть за то, что язычники покаялись прежде него, и поэтому убежал, и не позаботился при этом о славе Божьей. Иерусалимский Талмуд. И подобные истории можно встретить и в отношении Давида, и в отношении Соломона. Ну и в случае с Ионой традиционная идея она выражена как бы наиболее ясно. У Матфея мы видим, что Иисус в противоположность Ионе не только не пытается избежать выполнения своей миссии, но и открыто предупреждает Израиля в том, что многие сыны царства, израильтяне, могут оказаться отверженными, а с востока и запада придут чужестранцы и возлягут с Авраамом, то есть будут вкушать вместе с ним. Еще раз, та же самая идея неустановленности конкретных правил отношения между евреями и язычниками в то время, что в конечном итоге показывает нам праведность Иисуса или его понимание им же, заповеданной народу Торы, она была намного более широка, чем некоторых раввинов того времени. Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminary.com Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...